На телеканале Лаба Время новостей в студии Людмила Никонова. Здравствуйте! В этом выпуске. Сельхозгод продолжается. Аграрии убирают кукурузу и свеклу на очереди севозимых. Каким будет день района и города? Александр Сальчиков обсудил вопрос на совещании. И почти 400 призывников отправятся этой осенью в армию в военном комиссариате и начала работать призывная комиссия. В администрации района обсудили вопросы подготовки к предстоящему дню Лабинского района и города Лабинска. Александр Сальчиков пригласил для разговора своих заместителей и начальников управления. Праздник состоится 10 октября в Лабинске, а в воскресенье желающие смогут побывать на скачках, которые пройдут в станице Засовской. В течение всего субботнего дня 10 октября в центре Лабинска пройдут праздничные мероприятия. Традиционно улица Красная превратится в город мастеров. Своё гостеприимство продемонстрируют все поселения. Казачьи курини с либо сольными угощениями, песнями и танцами. Первый замглава района рассказал об основных моментах праздника. В течение одного дня основные мероприятия в субботу и выездное у нас мероприятие по линии районного казачьего общества в воскресенье. Это конно-спортивное мероприятие в станице Засовской. Этот год не юбилейный и для района, и для города, поэтому организаторы решили сделать праздник собственными силами, но на максимальную мощь. Приглашены творческие коллективы из Курганецкого района, пройдет краевой фестиваль «Живая культура». В общем, программа обещает быть интересной. С 9 до 13.00 здесь у нас концертная программа на сцене, открытие праздника в 10 часов. И с 9 часов начинают работать куреня сельских поселений, городского. Город мастеров у нас участвует, порядка 44 объектов. Это и промышленные предприятия, и малый бизнес, и предприятия общественного питания. Кроме того, за улицей Пушкина у нас традиционно бюджетники, ТОСы, управление образованием и ДДУ, школы соцзащиты. Везде мы проводим мастер-классы. Вся улица красная от сквера до окончания парка насыщена мероприятиями общими и для различных категорий. Я на некоторых остановлюсь. Большое мероприятие проводят совместно с медколледжами и СУЗами. У нас управление по делам молодежи. Оно касается темы здорового образа жизни. Они берут весь сквер. Здесь у них и парикмахеры, и косметологи, и медучилища, и большой у них блок. У нас будет работать активно музей с выставкой на прилегающей территории казачья выставка. Кроме того, литературный бульвар. Обилие веселых и познавательных молодежных детских спортивных мероприятий в течение дня. А вечером с 18.30 состоится концертная программа возле городского Дома культуры при поддержке радио «Казак-ФМ». В 21 час запланирован фейерверк. Главные там звезды – это наши ребята, которые выиграли в свое время в составе сводного, так сказать, хора «Битву хоров», которую Золина тогда. Это квартет «Ларга», один из них, да. Там лабенчанин наш Александр. По умеренной цене, у них хорошая программа на 40 минут, они нормальные ребята работают. В 9.00 фейерверк и с 9.00 до 10.00 дискотека «Казак-ФМ». На воскресенье в Станице Засовской состоится конно-спортивный праздник. Начало в 10 утра. На федеральном канале «Россия-2» стартовал цикл документальных фильмов «Россия без террора». Фильмы посвящены теме социальной опасности терроризма, основанной на реальных человеческих судьбах, событиях и фактах, происходивших в стране и в мире, объясняют создатели проекта. 6 октября в эфир вышла первая серия цикла «Россия без террора. Завербованные смертью», которая решила о международных террористических организациях и распространении влияния в нашей стране. Еще 4 фильма цикла «Россия без террора. Татарстан. Испытания на прочность. Дагестан. Война и мир. Мусульманские святыни. И Чечня. Возрождение» будут показаны 14, 20, 21 и 27 октября на канале «Россия-2». Уборка пропажно-технических культур в хозяйствах Лобинского района в самом разгаре. Сейчас на полях собирают свеклу и кукурузу. В этом году урожай радует лобинских аграрьев. Самый высокий показатель урожайности кукурузы – почти 100 центнеразгектара в агроферме «Прогресс». В этом хозяйстве побывала Наталья Литвиненко. Уже несколько дней на полях «Прогресса» кипит работа. Сельхозтруженики убирают пропажно-технические культуры. Параллельно идет сейфазимы и подготовка пашни для будущего урожая. В актерном отделении агрофермы около 3000 гектаров занимает кукуруза. Оно уже достигло своей зрелости и влажность зерна пришла в норму. Поэтому комбайнеры приступили к сбору урожая. И он в этом году порадовал земледельцев. Некоторые поля дают до 100 центнеров с гектара. Урожайность 95-97 центнеров с гектара. Для этого года это очень хороший показатель. На высокую урожайность кукурузы повлияли сразу несколько факторов. Вовремя посеяли, провели уходные работы. Свою лепту внесли весенние и летние дожди, которые дали необходимую влагу растениям для активного развития. Плюс к этому в этом году в прогрессе усовершенствовали технологии выращивания этой культуры. Я думаю, что этой урожайностью по кукурузе мы сможем обеспечить району лидерские позиции в краю, как они были. И в этом году урожай свеклы в прогрессе, я думаю, поможет району выйти на урожайность 500 центнеров. В истории района, я думаю, такой средней урожайности тоже не было. Поэтому, конечно, мы испытываем чувство гордости за людей, которые работают в хозяйстве. И мы, как патриоты района, радуемся тому, что позиции района в крае улучшаются. Параллельно с уборкой кукурузы в хозяйстве «Прогресс» идет сбор урожая сахарной свеклой. Во втором отделении она занимает больше 400 гектаров. В работе задействовано три специальных комайна и порядка 20 кузовых автомобилей. Урожайность в районе 700-720 центнеров с гектара. Планировали 600, но получаем немножко больше. Сложились определенные и погодные условия благоприятные. И, соответственно, все агротехнические мероприятия по защите сахарной свеклы были выполнены в срок. Постарались, получили неплохой урожай на этом поле. Сладкий овощ в агроферме не выращивали уже два года. На производство этой культуры повлияла нестабильная ситуация на Лобинском сахарном заводе. Но сегодня предприятие уже приступило к работе, и аграрии «Прогресса» готовы обеспечить завод необходимым сырьем для переработки. В этом году в наших хозяйствах 1200 гектаров свеклы, на следующий год 2000, 2017 – 3000. Мы будем закрывать 50% потребности нашего завода. Мне кажется, что 52-ю половину потребностей завода, а это примерно еще 160 тысяч тонн свеклы, должны выращивать аграрии Лобинского района. Свекла сахарная стала опять самой рентабельной культурой. Мы не должны отдавать рентабельную культуру для выращивания в другие районные области. Здесь должны деньги оставаться, здесь должна прибыль оставаться. За счет этого должен пополняться бюджет Лобинского района. Сахарная свекла – культура высокой технологической дисциплины. Поэтому увеличение площадей под сладкий овощ понесет за собой дополнительные вложения денежных средств. Свекла становится рентабельной культурой, но при условии, что вы получаете урожайность 600, а лучше 700 сантиметров с гектара. Культура требует очень высокой дисциплины технологической, и культура очень затратная. Если на остальные культуры у нас средняя затрата на гектар 38 тысяч, то по свекле это 70 тысяч на гектар. Но и по прибыли это будет культура номер один в этом году. Пока одни труженики полей занимаются уборкой пропашно-технических культур, другие земледельцы приступили к закладке урожая зимых 2016 года. Пшеница и ячмень в хозяйстве занимают почти 8 тысяч гектаров. В следующем сезоне аграрии планируют получить достойный урожай зерновых. Для этого модернизировали зернооток, установили новые агрегаты для очистки и сортировки семян воздушным потоком. Эта система позволяет значительно улучшить качество посевного материала и повысить схожесть с 70%, что было реально раньше, до 92%. Сейчас мы запустили, мы перерабатываем семена озимой пшеницы и делим ее на разные фракции, на первые и вторые сорта. И первого сорта у нас получается 70%, второго сорта получается 30%. Вот мы сейчас пробовали работать, мы сделали из 8 переработанного мы сделали 6 тонн первого сорта и 2,5 тонны второго сорта. Здесь же установили новую немецкую линию по подготовке семенного материала к севу. Здесь семена протравливаются протравителем, плюс идет обработка микроэлементами и стимуляторами роста. Изначально закладывается уже более высокий потенциал урожайности, чем было при старой системе. Это дорогая немецкая машина, но она по нашим расчетам должна себя окупить в течение 2-3 лет. Теперь все семена, которые будут использовать в хозяйстве, проходят дополнительную обработку перед закладкой в почву. Это не только повысит урожайность, но и убережет его от различных болезней. Наталья Литвиненко, Горисаков, Кликомпания ЛАБА. Стартовал осенний и зимний призыв в ряды вооруженных сил. В этом году из Лабинского и Мостовского района военкоматом будет призвано 370 человек. На заседании призывной комиссии побывали наши журналисты и выяснили, что служить в армию ребята отправляются с большим желанием. Слово Екатерине Клименко. С 1 октября в Лабинском и Мостовском районах работает призывная комиссия. Этой осенью из двух районов отправится служить 369 ребят, из которых 200 парней из Лабинского района и 169 из Мостовского. По словам начальника отдела военного комиссариата Михаила Аненко, большинство ребят предпочитают служить в сухопутных войсках. В основном сухопутные войска. Сейчас новшество в том, что через ДСА мы будем призывать воздушно-десантные. Но для этого мы сначала проводим подготовку в Ставропольском районе. У нас сейчас 10 человек, которые расположены, подходят по службе ВДВ. Они будут проходить курс, там же будут сдавать нормативы по прыжкам, чтобы уж не было отказов, когда прибывают войска, когда видят то напряжение, чтобы не получилось, хотел ВДВ, а когда увидел всю эту нагрузку, отказался. А человек уже, если попал в войскую часть, его уж не будет приводить другое. Поэтому идет до подготовки, в ходе до призыва, до призывного времени. Пока его не призовут, мы их отучим. Сначала пройти курс молодого бойца ВДВ, затем еще отучим на специальность водителя, потому что они тоже будут принимать участие в прыжках. И после отправляем войска непосредственно по разнарядке. Вот это новшество сейчас введено с этой осени. Перед тем, как прибыть на заседание комиссии, каждый призывник проходит первичный медосмотр. Особое внимание уделяется состоянию здоровья и физической подготовки. Желающих связать свою жизнь с вооруженными силами России с каждым годом становится больше. Поэтому комиссариат не испытывает проблем в призывную кампанию. В этом году ребята идут на службу с повышенным настроением. Почему? Потому что многие горды тем, что отпраздновали и приняли непосредственное участие в 70-летии Победы. Это добавило, конечно, патриотизма, гордости за нашу страну. События, которые происходят в мире, тоже подошвляют наших ребят для службы. Поэтому, несмотря на то, что наряд на осень-зиму 2015 года достаточно большой, я думаю, что мы его выполним. Тем более, что в прошлом году мы заняли первое место среди муниципальных образований по организации призыва. И в этом году нам это перед комиссией, перед призывной, перед отделом военного комиссариата ставят большие и серьезные задачи, которые вполне выполнимы. У нас все для этого есть. Самое главное, мы обладаем призывным ресурсом, определенным опытом работы. И я думаю, что все будет на высоком уровне. Сами юноши настроены оптимистично, желают служить Родине и хотят попасть в элитные войска вооруженных сил. Конечно нужно. Каждый мужчина должен отслужить. Это обязанность его. Отдать долг службе. Я считаю, что армия делает из парня мужчину. Думаю, тоже готов отдать долг своей Родине. Призывная кампания продлится до конца декабря. Я хочу пожелать, чтобы они все вернулись живыми здоровью, набрались немножко мужества, ответственности. Потому что, когда прибывают с вооруженных сил, всегда они становятся ребята опорой семьи. Чтобы они такими были. Ну а кому понравится эта служба, ради бога, пускай остаются. Обеспечение сейчас, я считаю, очень удовлетворительное. И квартирный вопрос решается, и бюджетный. То есть помощь можно оказать и зне своим родителям. Зикатина Клименко, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». Выпуск новостей подошел к концу. Партнер выпуска компании «Окнопарк» делает подарки. Закажите окна и получите телефон. Сразу после рекламы прогноз погоды с Ириной Бирюковой. Всего вам доброго. До свидания. «Окнопарк» дарит подарки. Закажите окна и получите сотовый телефон в подарок. Только у нас. Окно с подоконником и отливом от 4600 рублей. «Окнопарк» Лобинск. Телефон 3-11-01.